Продолжение следует... Добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, теперь действительно эвакуация, объявленная эвакуация из ЛДНР почти 700 тысяч жителей мирных, а это две операции по депортации Чечни в 44-м году по численности. Это слишком серьезно, чтобы быть просто уткой-фейком или какой-то политическим шагом, пропагандистско-политическим. В сочетании со спектаклем в Думе под контрольной, естественно, администрации президента с просьбой о признании двух республик, в сочетании с мобилизацией, хотя они, естественно, не полные, объявленные 18-го числа и последующими событиями, судя по всему, действительно боевые действия начнутся. И решение о них, вот, все-таки, видимо, принималось в Москве, а не в Вашингтоне, и не в Киеве, тем почему. Ну, давайте поставим себя на место Кремля. Год назад, я об этом и год назад говорил, и недавно повторял, Украина также сосредоточила крупную ударную группировку на границах Донецкой и Луганской республик. Да, ровно год назад этот был, как раз зимой, весной прошлого года. Не скрывая своей готовности зачистить, как говорится, Донбасс. Тогда вооруженные силы Российской Федерации съехались со всей страны на границу с Украиной. Тогда еще, правда, с Белоруссией было непонятно, но, тем не менее, под Белгородом, под Курском российские войска сосредотачивались даже из-за Байкаля. Украина отскочила, отвела свою ударную группировку, наши войска поехали по домам. В этот раз Украина собрала намного большую группировку, причем под намного более активную, материальную, идеологическую поддержку Соединенных Штатов. Соответственно, Российская Федерация вторично собрала очень крупную, еще большую, чем год назад. Ну, соответственно, увеличились силы Украины, и нашим тоже пришлось реагировать на это. Тоже собрала крупную группировку и выдвинула, собственно говоря, ультимату, который был с порога отвернут. Что делать Российской Федерации в данной ситуации? Что делать даже Кремлю, да? То есть, в данном случае, тот редкий случай, когда интересы Кремля и Российской Федерации совпадают. Ну, по крайней мере, приблизительно совпадают. Интересы разные, но... Ну, на этом этапе, да, конгруэнтно. Вот давайте подумаем, что вот делать. Снова отвезти войска? Вот не могут бесконечно, группировка АШ из Владивостока, из Хабаровска приехали войска, не могут они вечно сидеть месяцами в грязи, в большой дальности от своих пунктов постоянной дислокации. Не могут. Вернее, они, конечно, могут, можно их там держать, но их боеспособность будет падать, моральное настроение личного состава падать, начнутся заболевания и так далее, и тому подобное. Если украинские войска находятся на формально своей территории, то есть на своих базах, в том числе на Донбассе, они их оборудовали в течение 7 лет, все у них там вполне пригодно для жизни. За столько лет, да. То есть наши войска сейчас уже два месяца сидят в непровазной грязи. В непровазной грязи. Что такое сидеть в непровазной грязи в полевом лагере, я себе представляю прекрасно. Поскольку в первую чеченскую кампанию весна 95-го года я провел с марта по конец мая вот в такой же непровазной грязи в Чечне. В качестве рядового фактически солдата. На его вторую кампанию я уже был офицером, но тоже знаю, что тоже жил в полевых лагерях, пусть и оборудованных по, ну, насколько это возможно, тоже не сахар. А здесь масштаб даже не в разы, может быть, раз в 10 больше. Собрать, как говорят американцы, я не знаю, правы они, не правы, 125 батальонных тактических групп, из которых с минимумом 100 вне, вдали от своих мест постоянной дислокации, это не шутка. И вечно их держать в этой грязи невозможно. Тем более сейчас, когда уже весь фарф, практически февраль, идут сплошные дожди, плюсовая температура, но при этом, извините, плюс 5-7, это холодно в поле. А когда еще мокро, ну, да, я понимаю, что у нас не военное положение, не Великая Отечественная война, у нас фактически вся кадровая армия, выстроенная вдоль украинской границы, в которой нет подготовленных резервов. Мобилизации у нас даже частичные не объявлены. Держать их-то дальше, это гарантированно снижать их боеспособность, причем чем дальше, тем больше. А что с украинской стороны? А Украина может дожидаться, пока российские войска уберутся по своим местам постоянной дислокации хоть год, хоть два. Оставаясь в тех же самых ударных группировках и в готовности зачистить Донбасс. Что делать в этой ситуации? Что бы вы сделали в данной ситуации? Я не знаю, что решили в Кремле. Я, естественно, не знаю, что решили в Генеральном штабе. Я могу судить только по некоторым косвенным признакам. В данной ситуации единственный нормальный выход с точки зрения военного, это не ждать, пока у тебя половина солдат попадет в госпиталя с дизентерией, а противник за это же время тоже что-то потеряет, но незначительно. А раз война неизбежна, ударить первую. А то, что война неизбежна, у меня такое впечатление, что в Кремле все-таки поняли. И поняв все-таки, один шаг, два шага назад, прыжок на месте, тем не менее, все-таки начали следовать этой логике. И теперь мы стоим перед ситуацией, либо в Москве ничего не остается делать, либо отвезти войска и капитулировать на Донбассе, согласиться молча с тем, что Донбасс будет зачищен, ну и как бы прокатиться дальше, дальше к Крыму покатиться, к крымской капитуляции, либо принуждать Украину к капитуляции, к временной или постоянной, любыми способами. Мне поступило в Телеграме больше полутора 100 вопросов, примерно все об одном и том же. Там, допустим, я не собираюсь отвечать сегодня ни на какие вопросы, связанные, допустим, с вещем Олегом, с щитом на вратах Цереграда и штурмом Варшавы, не выходя, как говорится, из дурного. Это я сегодня оставляю на потом, то есть в любом случае, даже если захотелось бы ответить, не буду. Я бы поделаю, а просто будут только поделать. Будем говорить только о нынешнем военно-политическом кризисе, об особенностах. Так вот, очень много криков, не знаю, там искренних, или это уже пошла в районная пропаганда противника, или она там нашла хороших слушателей. Очень много криков по поводу, что эвакуация населения – это пролог капитуляции Донбасса. Я скажу – нет. Не потому, что мне что-то известно. Мне не известно ничего. Меня никто не информирует. Но сдать Донбасс можно было и без кампании в прессе, массированной, которая, кстати, увеличивается постоянно, и без решения Государственной Думы, обращения, вернее, Государственной Думы к Путину на примет признания ЛДНР, что, опять же, учитывая, как голосовала большая часть Единой России, явно была управляемым процессом. И без мобилизации, и без всего прочего. Легко можно было сдать ЛДНР, просто не заметив наступления украинских войск, или заявив, что эти недорусские не смогли себя защитить, а при чем здесь мы. Нет. Как раз эти действия, выстроенные в один логический ряд, они показывают, что просто сейчас времени у Кремля не осталось совсем. Если Украинские еще могут потянуть время со своим наступлением, подготовленным, подчеркиваю, наступлением, реально подготовленным, то Москва уже ждать не может. Сейчас или никогда. Поэтому сейчас обострение боевых действий, которые происходят на Донбассе, оно уже не одностороннее, как раньше, когда уважаемые киевские партнеры упили по позициям, а им было запрещено отвечать. Эта ситуация тянулась годами. Сейчас нет, отвечают, и достаточно активно. Перемирия никакого нет. Вот буквально сейчас, 5 минут, что обстреливают сейчас. В настоящее время Украинские парадически обстреливают. НП «Широкая балка» АГС СПГ Стреуковая. Поселок «Шахты Трудовская» 120 мм СПГ Стреуковая. НП «Белая каменка» 120 мм. НП «Докучайск» 82 мм АГС СПГ. НП «Зайцево» 120 мм. НП «Спартак» 120 мм. Поселок «Шахты» имени Гагарина 120 мм. «Белая каменка» и «Ленинская». «Ленинская» обстреливают Д-30-ми, «Белую каменку» 120 мм миномет. Мне в режиме онлайн присылают оттуда информацию. Причем, как правило, всю информацию отжатую от фейков и непроверенных данных. Тоже попадается, но это уж зависит не от людей в значительной степени. У меня тоже не в генштабе мои информаторы сидят. И не в командовании корпуса. Обстрелы идут. Украина тоже имеет команду ФАС. Но Украина наступать боится. В нынешней ситуации Украина наступать откровенно боится. Игорь Иванович, обратите внимание на одно обстоятельство. Когда начались вчера события, начали нарастать сообщения об эвакуации. Два взрыва в Донецке. Это УАЗик около штаба. Три взрыва. Три взрыва даже. Один сказали, это не квалифицированные наши СМИ. Газопровод «Дружба», хотя газопровода «Дружба» не существует. Это нефтепровод. Он тоже, кстати, идет мимо двух республик. То есть идут взрывы в тылу, но в ИСУ не наступает. Но создается фон. Мне тоже это кажется все-таки театром. Я не буду говорить ни о каком театре, потому что я не стану делать выводы о том, что это театральные взрывы. Еще со взрывом автомашины, извините, взрыв автомашины в центре города. Штука вообще... Очень неприятная. Неприятная. Но там вроде обошлось без жертв, поэтому это еще можно там рассматривать в качестве. А вот взрывы газопроводов там же... Ну да, взорвали местный газопровод. Местный только, да. Ну, взорвали опять же газозаправочную станцию, да. Но ведь одновременно украинская артиллерия разнесла массу трансформаторов на территории и ДНР, и ЛНР. Одновременно украинская артиллерия, ни на никак не российской, или тем более не корпусов, разбила водоводы. То есть, Докучайск сейчас сидит без воды, Горовка частично без водоснабжения. То есть, в этом отношении подрывы газовых объектов на территории ЛНР не выбиваются никак из картины нанесения ударов по объектам инфраструктуры непризнанных республик. Никак не выбиваются. Поэтому я здесь, не обладая какой-либо там эксклюзивной информацией, я не берусь даже предполагать, что это была постановка. Ну, в данном случае не очень логично получается. Почему логично? Если до чего-то не достают артиллерии, до тех объектов, вполне могут взорвать ДРГшкина. Почему нет? Ну, может быть. Но давайте, Игорь Иванович, попробуем все-таки методом исключения решить, как коему... Все-таки решение понятно. У Москвы уже сейчас нет выхода. У Москвы нет выхода, и Москва... Нет, у Москвы всегда есть выход. Сдаться, КАТ всегда предлагает сдаться. Ну, тут ничего удивительного нет. Но пока как раз Москва демонстрирует, что она в данном случае сдаваться не будет. И это дико нервирует уважаемых киевских партнеров. Дико нервирует. Они имеют команду ФАС от Байдена. Причем я... Можно иронизировать, можно считать что угодно. Я действительно считаю, на сто процентов уверен, что команда ФАС поступила, и Украина готова ее выполнить. Но сами киевские партнеры боятся. Потому что они понимают, что те силища, которые сосредоточила Российская Федерация, это воевать придется им против этих сил. Очень много вопросов, насколько боеспособна Российская Армия. Мне очень сложно на них отвечать. Я сейчас в ней не служу. Последнее мое отношение к вооруженным силам, оно было вот когда я там служил в ФСБ в 2013 году. Но в любом случае, Украинская Армия не более боеспособна, чем Российская. А Российская больше, все-таки. У нас больше и техники, и ракетного вооружения, и авиации, и всего прочего. И если Украина останется одна, шансов победить у нее, ну, скажем так, чрезвычайно мало. Если не будет измены непосредственно в Российской Федерации самой. Что, кстати, тоже не исключено. Ну, давайте попробуем методом исключения все-таки. Какое может быть, могут быть такие боевые действия со стороны Российской Федерации? Ну, допустим. Сейчас. Просто нет, вот группировка, о которой мы говорили, я повторяю наши старые передачи. Давайте, во-первых, разберем. Нет, нет, я просто, я предлагаю перейти сначала от украинского, так называемого, плана, который опубликован. Басурин, я который сказал, да. Ну, Басурин, как известно, это известный военачальник, который не командует ничем. Вот. И никак от него ничего не зависит. Ему просто говорящая голова. Вот. На самом деле, то, что озвучивает Басурин, Украина уже пыталась реализовать в 2014 году. Когда двумя, как говорится, по двум направлениям, со стороны Дебальцева и со стороны через юг, со стороны Успенки, которую тогда они контролировали, они пытались в районе Красного Луча соединить клещи и даже соединили их. Даже скажу сейчас, когда? 6 августа 2014 года я утром ездил в Краснодон. Утром я проехал в Краснодон, то есть еще по свободной трассе. А обратно я уже заезжал по полевым дорогам, уже в котел фактически, поскольку прямая дорога между Снежным и Красным Лучом была перерезана украинскими войсками. И она оставалась таковой перерезанной до 15 августа, когда я покинул территорию ДНР. Это единственное, что Красный Луч был занят славянскими подразделениями, но под Меусинском Украина держала трассу и отрезала нас и от Луганска, и от российской границы полностью. То есть все было то же самое. Райвок на Красный Луч, соединение в его районе и образование большого мешка из всей фактически уцелевшей донецкой агломерации. Это Донецк, Шахтерск, Снежное, Торрес. Соответственно, рассечение на две части всей территории ДНР, обоих республик. В этом, опять же, зная рельеф, это наиболее логично. Любой план наступательной операции при любых раскладах. Чем переться через городскую застройку Донецкой Горловки, теряя людей и темп наступления, конечно, лучше наступать по относительно ровным пространствам, безлесным, замечу. Да, там очень много оврагов, балок всяческих, но, тем не менее, местность достаточно танкодоступная. Вопрос в другом, что при таких погодных условиях, которые есть сейчас, это наступление, в принципе, невозможно. Все завязнет. Я уже говорил, что, на мой взгляд, со стороны Украины было бы логично влезть в Донецк, влезть в Горловку, там, двинуться где-то, взять там Друхучаевск, допустим, и дожидаться ответа российских войск, опираясь, имея за спиной заранее подготовленные годами оборудованные позиции. Ну, это логично. Оно наступать, вот опять же, через поля, если хорошо, если от Дебальцева на Красный Луч идет достаточно хорошая, большая трасса, правда, если взорвать мосты, то эта трасса, как говорится, вся, опять же, становится непроходимой почти на многих участках. То есть, с юга, там нормальных дорог нет. Да еще надо до Успенки, надо еще добраться. До Мариновки, до Успенки. Поэтому, в такую погоду, они это наступление делать не будут. Хотя, в планах, скорее всего, они у них есть. Оно выглядит логично. Очень даже логично. Теперь действия российских войск. Ну, и слишком мало. Еще раз, аксиома, которую я считаю доказанной. Ну, кто-то со мной не согласен, особенно уважаемые киевские партнеры, там их, те, кто слушает их пропаганду. Украина готовится наступать и ждет удобного момента. Что делать должны российские войска? Я считаю, что с военной точки зрения, раз война неизбежна, надо все-таки выполнить сказанное в свое время президентом, ударить первыми, разгромить противника в местах его сосредоточения. Причем, нанести удары там, где противник наиболее слаб. А где противник наиболее слаб? Естественно, за пределами Донбасса, который он укреплял в течение семи лет. За полосой в этой территории. Да, в том числе, конечно, если это допустимо, из территории Белоруссии, напротив которой Украина сосредоточила нацбаты, то есть всякие бригады национальной гвардии и так далее. Но подчеркиваю, это войска с легким вооружением. Они очень годятся хорошо для террора против населения, для зачисток и прочего. Ну, еще относительно годятся для обороны. Но нападать на Белоруссию одними нацбатами, бригадами национальной гвардии невозможно. А вот нанести удар, как говорится, смять их и провести глубокие рейды на территорию Украины, это возможно. Вернусь к своей любимой теме, которую я не перестаю повторять и буду повторять, потому что, опять же, без этого никак. Если Российская Федерация собирается втянуться в Украину надолго, это будет выигрыш Соединенных Штатов Америки целиком и полностью. Соединенным Штатам не важно, кто победит в этой войне, там Украина или Российская Федерация. Им важно, чтобы война шла как можно дольше, поскольку их цель максимально ослабить Российскую Федерацию. А длительная война – это крах российской экономики 100%. Да и в военном плане это будет очень серьезная проблема по одной простой причине. Как я уже отметил, никаких мобилизаций нет ни промышленности, ни экономики, ни военной мобилизации, собственно, людской. Длительная война очень быстро истощит силы кадровой российской армии. По-любому истощит. И технические, и людские. Что, собственно говоря, в любом случае выгодно и что отразится на социально-политическом и экономическом положении Российской Федерации. Поэтому, исходя из этой логики, удар по Украине должен быть глубоким, решительным и с решительными военно-политическими целями. То есть, украинская армия должна быть разгромлена вместе с украинской государственностью. И Украина должна капитулировать тем или иным образом. Не Минск-3 или Минск-4, а именно капитуляция Украины и распад власти, ныне действующей власти. Решаться ли на такое в Кремле? Не знаю. Игорь Анатольевич, давайте уточним немножко. Глубокие рейды, переход, то есть, заход в тыл этой группировки, Надежда Шевченко, спасибо вам огромное. Вход в тыл этой группировки, то есть, чтобы развалилась эта группировка, она сдалась, прекратилось существование. Главное, не бой, не ага. Но не занимать территорию. Так получается? Нет, ну как-то не занимать территорию. Ну как можно не занимать, чтобы нанести полное поражение, недостаточно окружить там в котлы пару-тройку бригад. Надо занять основные военно-политические центры. А какие военные? Это Харьков, в первую очередь, главный центр украинской военной промышленности. Не Петров, заполоза Киев, а против Киев. Дайте, я договорю. Харьков, собственно, все, как говорится, военная промышленность там. Там Чугуев, там фактически крупнейшие авиационные базы. Именно там, в случае чего, разместят американцы и свою натовскую авиацию, и свои ракеты, и прочее. Там со времен СССР мощнейшая инфраструктура. Днепропетровск. Днепропетровск, это все электричество Украины, как минимум половина его. Кривой Рог, это, соответственно говоря, атомные электростанции, которые обязательно надо брать под защиту. Одесса. Это то, что на Украине называют военно-морским флотом, а на самом деле это готовая военная база НАТО на крупнейшее, фактически, на Черноморье. Николаев, это верфи. Пусть они там фактически распилены, тем не менее... Лишными не будут. Ну и, если уж на то пошло, не знаю, потребуется это или нет в данной ситуации, но да, и Киев хотя бы на какое-то время можно было бы занять. Я хочу сказать следующее. Когда Украина пугает всенародным ополчением, партизанскими отрядами, диверсионными подразделениями, это хотелки украинской власти, хотелки и пропаганды. Да, очень много украинских граждан, так называемой Украины, действительно полностью обалвали на пропаганды. Но они прожили при этой власти уже 7 лет. Уже 7 лет они про ней прожили. И усталость у них от этой власти тоже очень велика. Поэтому, да, какое-то количество диверсантов, партизан, так называемых, они способны будут выставить. Но это не угасло. Но это не будут ни десятки, ни сотни тысяч человек. Это будут тысячи. И после разгрома украинской армии настроение даже этих тысяч очень сильно изменится. Я когда-то изучал историю гражданской войны на Украине на основании документов самых разных сторон. Белых, красных, даже Петлюровские цеплял там какие-то архивы. И сделал для себя выводы, которые, в принципе, моя дальнейшая практическая деятельность никак не опровергнут. На Украине большинство малороссов всегда будут за тех, кто победил. Всегда будут за тех, кто победил. Причем я не отрицаю, не говорю, что украинцы плохие солдаты. Нет, я всегда утверждал, что малороссы хорошие солдаты как раз. И младшие командиры тоже хорошие. В любой регулярной армии. Хороший сержант, действительно, должен. Но не своей. После того, как украинской армии будет нанесено серьезное поражение, у них возникнет мотивация бросить это фальшивое знамя. Тем более, что в глубине этой души многие понимают, что оно фальшивое. Но, опять же, по своей достаточно местной такой характерной сущности, выгодно им сегодня жовто-блакитные тряпки таскать. Будут они под них таскать и петь, кричать «Слава Украине!» и так далее. Невыгодно будет. У трех четвертей мотивация изменится просто вот так. Но, опять же, для этого надо сначала, к сожалению, уже с большими жертвами без этого не обойтись. Их будет разбить. Причем разбить окончательно. Насколько к этому готова Российская Федерация, насколько глубоко она готова осуществлять операции, насколько решительно, какой военно-политический результат она стремится достигнуть, я не знаю. Если результат будет только в виде признания Республик Донбасса, то этот результат устроят Соединенные Штаты более чем полностью. Поскольку напряженность не упадет, фактически Российская Федерация будет объявлена агрессором, а окончательной победы одержана не будет, и конфликт будет продолжаться с не очень хорошими перспективами для Российской Федерации. Но сейчас мы имеем дело с тем, что той наземной группировки, что была сосредоточена, для контроля над большими территориями не хватит. При правильном применении, я думаю, что разгромить украинскую армию будет можно, а вот действительно взять под контроль... Разгромить самую высадную группировку, да, а под контроль... А вот взять под контроль, я не вижу каких-либо действий, которые производились, может быть, конечно, я что-то не знаю, но я не вижу каких-либо действий, которые были бы достаточны для взятия под контроль больших территорий Украины. Не вижу. Мобилизация настоящая? Нет. Экономика, подполье русское, даже зародыш его потеряется. Нет никаких политических структур, не создаётся никаких политических структур, которые могли бы помочь в организации порядка на указанных территориях. И вот это... Я тоже думал, накануне тоже в блоге выложил, что единственное, наверное, логически со стороны Российской Федерации нанести поражение теми видами вооружений, которыми перевес. Это ВВС, ракетные артиллерии... Нет, это чисто военный вопрос, и здесь можно его коснуться подробно. По-настоящему, конечно же, любое наступление начинается с ударов по штабам, по узлам связи, по иным военно-политическим центрам, которые отвечают за ситуацию. То есть, по большому счёту, по-хорошему, надо не стесняясь бить прямо по банковой, причём, определившись, что там кто-то находится, да? То есть, они просто по пустому дому. Командные центры ВСУ, как в районе Славянска, Краматорска, где они, где у них штаб был длительное время, в Попасной. Ну, на самом деле, все они хорошо известны, эти штабы, никакого секрета они не представляют. Уничтожить их авиацию, уничтожить базы тех же самых беспилотников, нанести обязательно удары по местам сосредоточения сил специальных операций, которые представляют серьёзную угрозу, в любом случае. И только после этого, после масштабной ракетной атаки, после этого пускать уже авиацию, когда ПВО противника будет уничтожено, и после этого только начинать сухозназемную операцию. Опять же, не жалея снарядов, не экономия в них, потому что экономия выйдет боком во всех отношениях, в том числе в будущем расходе этих снарядов. Да, и максимальная экономия, людские ресурсы. Вот я тоже так думал у меня, и поэтому, так сказать, я попытался представить. В принципе, оборона Украины с заключением Донбасса, она имеет характер Тришкиного кафтана. Не могут они прикрыть все направления, с которых могут быть нанесены удары российскими войсками. Не могут. Тем более, с учетом того, что не было год назад, того, что они могут ожидать удара со стороны Белоруссии. Соответственно, Российская Федерация, если будет, нанесет упреждающий удар по украинским войскам, то у нее есть хороший шанс овладеть, быстро овладеть стратегической инициативой и разбить противника там, где будет удобно. В то время как на второстепенных направлениях, которые не будут атакованы, украинские войска просто не успеют оттуда сманеврировать и останутся вне игры. Ну да. Есть вопрос в том, что решится, решатся ли они на это. Решатся ли они на это или не решатся, мы узнаем, скорее всего, в самое ближайшее время. Потому что, еще раз повторяю, те действия, которые проводятся со скоростью Бешеного Зайца, последовательность этих действий, они говорят о том, что решение принято. Мы просто не знаем, какое с точки зрения рациональности. Если же будет только признание ДНР и ВНР, и вот войск, это все равно будет лучше, чем ничего. Это все равно будет лучше, чем сдача Донбасса. Это поможет сейчас прямо спасти какое-то количество жизней. Это тоже надо будет поддерживать в этом отношении. Но это будет, к сожалению, только полумера. Ну, о настоящих мерах мы с вами уже говорили много раз. Отметаем в сторону версии о том, что сейчас республики сдают просто оттуда. Нет, я убежден, что, как говорится, ни о какой сдаче речи не идет. Все, это закрыли. Все эти спекуляции о том, что русские не будут воевать за яхты Сечина и прочее, так же и Украине будут воевать за дворцы Коломойского и Альнаты Ахметова. Так что в данном случае баш на баш, ребята. Ну, что ж, тогда остается действительно дождаться развития ситуации. Одно знаю, что если Москва не сможет одержать молниеносную победу, быстро, не превращая все это в кровавую свалку затяжную, тогда у меня может что-то получиться. Любая затяжка – это крах экономики, даже без западных санкций. Начнется паника, начнется ускоренный вывод денег, что вы ждет валютный удар, обрушение курса рубля. Это основной удар импорта слишком много. И партнеры успеют очухаться. Ну, сейчас один вопрос подвисает, решится ли Запад ввести калечащие санкции, разящие. Потому что если бы, конечно, мог бы ввести, он бы их ввел с другой стороны. Нет, я думаю, они введут. Я думаю, они введут. Сейчас им... Они же тоже ведут свою тонкую игру. Они же тоже поднаускивают Российскую Федерацию на предмет того, что типа вот вы не бойтесь, мы вас калечить не будем. Но я же уже приводил как-то пример того, что Англия перед Первой мировой войной тоже как бы усиленно делала вид, что она воевать не будет, хотя к войне активнейшим образом готовилась. Но прям вот им очень хотелось, чтобы Вильгельм ударил, потому что они считали, что не готовы. Здесь надо учитывать еще некоторые нюансы, связанные с... Ну, конечно, с позиций турок. Совершенно не ясна позиция турок. Эрдоган явно рвется в посредники между Путиным и Зеленским. Насколько я понимаю, Москва в таком посредничестве не нуждается. Если бы Москва планировала так или иначе капитулировать, то тогда, да, она могла бы обратить внимание на предложенные услуги Эрдогана. Но... Косвенный признак, да. Но мы не знаем, как поведет себя Турция. Я не исключаю, что в случае войны, то есть я вообще считаю это наиболее вероятным, они закроют проливы и отрежут наш сирийский контингент от... Ну, это... Так что в этом смысле, так сказать, логично... Ну, и опять же, опять же, это никак не отменяет ситуацию, что надо быстро наносить поражение. Каждая неудача, каждый день задержки, каждая... Ну, даже тактические какие-то поражения, они все будут играть против Российской Федерации. И на международной арене, и на военном поле. Все понятно. Очень много, конечно, вопросов по поводу того, не пойдет ли уход в диверсионная война с уничтожением АЭС и ГЭС. Но я всегда говорю, что АЭС и ГЭС очень массивные конструкции. Туда надо донести несколько центеров взрывчатки, для того, чтобы... Ну, я полагаю, что Российская Федерация точно не будет наносить ударов. Ни по каким АЭС и ГЭС. В этом я убежден практически 100%. И более того, если бы у меня была возможность командовать, я бы исключил бы это из числа целей. Вот банковую я бы включил в цель номер один. Ну, у вас свои крылатые ракеты. Ну, да. А вот бить по тем объектам, которые грозят экологическими катастрофами, массовой гибелью людей, которых я считаю нашими русскими людьми, пусть оболванными, ну, это хуже, чем преступление. Это реально просто сверхгеноцид. То, что Украина способна нанести подобные удары, ну, тоже маловероятно. Тоже маловероятно, поскольку, ну, они понимают, что в этом случае ответка будет лично им, лично тем, кто принимает такие решения. А потом те, кто пишет это, действительно, Игорь Иванович, не видели АЭС. Потому что АЭС – это капитальное сооружение. Я видел в Бушере АЭС, ну, они его начали строить, еще немцы в 78-м году, иранцы били по ней, то есть, иракцы били. Она выдержала авиационные удары. То есть, там я видел следы, да, было. То есть, а чтобы разрушить АЭС, надо проникнуть внутрь, в реакторный зал, под реактор подложить, еще знать, куда положить. Реактор тоже массивный достаточно объект. Так что, я думаю, что все это, действительно, больше спекуляции. Вот, не Москва не заинтересована в том, чтобы получить ядерные облака, да и Кирнис, в этом тоже не заинтересованы. Вот. Ну, Эрдоган, Эрдоган, черт возьми, да, действительно. Но, правда, в Сирии, как ни говорится, не крути, получается достаточно узкое, так сказать, нежное место. Да, это то место, которое я говорил, что еще в 15-м году я говорил о том, что ни в коем случае нельзя вводить туда войска, или надо срочно оттуда выводить, потому что в неизбежном конфликте с Украиной это будет угроза локальной ЦУСИМы для российских вооруженных сил. Не считаю, что эта угроза снята. Я не считаю, поэтому мне остается только надеяться, что с Эрдоганом имеются какие-то договоренности о невмешательстве или нейтралитете в предстоящий конфликт. Если же их не имеется, то все плохо. По крайней мере для тех, кто служит в Сирии, а в Сирии служат в том числе и некоторые мои знакомые. Ну что ж, тогда, Игорь Иванович, какие-нибудь есть у вас вопросы, на которые вы хотели бы ответить в вашем Телеграме? Или мы уже с вами не терпали? Ну, на самом деле, все вопросы примерно одинаковые. Я говорю, примерно 150 было вопросов. Сейчас можно посмотреть. Еще 26 не кидали. Сколько по времени, теоретически, продлятся боевые действия? Смотря, как они будут вестись. И с какой целью? Боевые действия и так длятся уже 7 лет. В апреле будет 7. На Донбассе. Тожди, 8? Да, 8 лет будет. Так вот, это тоже боевые действия. С обстрелами, с действиями ДРГ, со снайперской деятельностью. И тоже на них погибают люди. С локальными обострениями. В этом отношении боевые действия могут длиться еще несколько лет. При этом каждый год, каждый месяц будут ухудшать позиции Российской Федерации просто неизбежно. Если же речь идет о быстрой операции с захватом и разгромом основных командных и военно-политических центров, Причем не обязательно захватывать, допустим, Киев целиком, правильно? Зачем его захватывать целиком? Достаточно вывести из строя основные управленческие центры. Безусловно. Да, спрашивают, ядерная война будет. Да не будет никакой ядерной войны. Хватит этих страшил. Соединенные Штаты не будут за Украину воевать с Российской Федерацией ядерным оружием точно. И вообще вряд ли будут воевать за Украину своими вооруженными силами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот не обсудить, а высказать свои мысли. Вот что вот сейчас, прямо сейчас происходит? А происходит, вот почему, вот спрашивают некоторые люди, идут вот такие переговоры, почему по-прежнему, вопреки моим словам, да, моим оценкам вернее, Кремль продолжает говорить про Минск, про реализацию Минска, причем, а, соответственно, Зеленский делает какие-то там заявления миротворческие. Ну, это идет игра нервов. Обе стороны фактически предлагают противнику капитулировать. Если Зеленский сейчас заявит о возвращении к Минскому формату, Кремль от него, естественно, потребует отвезти войска и правильно сделать. Без отвода, чем масштабного отвода украинских войск, ни о каком Минске три идти речи не может, или даже о повторении Минска. И Зеленский это понимает. В свою очередь, для Российской Федерации возвращение сейчас к переговорам и затягивание ситуации в условиях готовности Украины в любой момент начать наступление, как я уже сказал, неприемлемо. Войска не могут еще сидеть в грязи и ждать, пока Украина получше подготовится и дождется, что называется, выгодных условий. Да, Зеленскому отводить войска, нарваться на воздушные перебороны. Да, обе стороны фактически предлагают капитулировать друг к другу. У обоих сторон исчерпан лимит времени. Украину толкают американцы воевать усиленно. Они же заставили сосредоточить войска, они заставили создать этот кризис. Российская Федерация не может выйти из этого кризиса иным способом, нежели как или сдаться, или срочно изменить ситуацию в свою пользу военным путем. И поэтому сейчас, я так понимаю, возникла ситуация, нет, она хуже для Москвы, чем была в 2014, там было намного легче. Но сейчас, если Москва не использует эту ситуацию и сможет добиться быстрой победы, надеясь, причем не без оснований, надеясь на то, что Запад побоится ввести вот эти запрет на расчеты в долларов, запрет на покупку из РФ углеводородов, ну просто нечем их заместить. Вот если Москва это не использует, то дальше... Дальше из Москвы и так затянуло время чрезвычайно. То есть этот конфликт длится уже два месяца. В течение двух месяцев Кремль всячески пытался уговорить партнеров отложить вопрос. То есть если бы Украина дала какие-то гарантии, заявления и прочее, если бы Соединенные Штаты не встали в такую позицию, дали бы какие-то гарантии, в конце концов, что им дать гарантии, они их никогда не выполняли. Но нет. Те уперлись, и Москва фактически находится в Цейтноте, Цукцванге. И выхода два – сдаться, отводя войска, просто нельзя их слишком долго держать в поле. И сдать Донбасс таким образом, или воевать. Да, и если бы Москва терпит здесь поражение, не просто у дочек, поражение, уже не отыграешься никакими пропагандами внутри, никакими репрессиями. Вы можете всех посадить. Все, у вас раскол пойдет, развал самой вашей правящей рейтой опоры трона. Он, собственно говоря, и так. Открыли, открыли. Вот, кстати, да, вопрос, который мы не затронули, что в случае затягивания войны партия капитуляции резко усилится. Резко усилится. Война с Украиной должна быть очень быстрой. Она должна уложиться буквально максимум в пару недель и иметь решительные результаты, чтобы не привести к социально-политическим потрясениям, не привести к развалу власти уже в самой Российской Федерации. не запустить процессы, когда западная агентура, которая напичкана, как говорится, ВИП чиновничества и олигархат российский, просто не начнет открыто предавать. Вот, один вопрос. Возможно ли применение ядерного оружия РФ против Украины? Ну, зачем? Нет, вообще никакого смысла. На самом деле, все те задачи, которые может, необходимо будет решать военным путем в ходе предстоящей войны, они все, там даже вредно применять ядерное оружие, не говоря уж о... Это мало того, что на своей земле, даже с военной точки зрения это не имеет никакого смысла. Ядерное оружие при тактическом применении, то есть, оно поражает, ну, что им поражает? Им поражают или огромные скопления войск, извините, батальонная тактическая группа, это не настолько огромная тактическая, чтобы по нему применять ядерное оружие. Либо какие-то особо важные объекты. На Украине нет каких-либо особо важных объектов, которые можно и нужно было бы уничтожать ядерным оружием. Просто нет. Все то же самое можно сделать оперативно-тактическими ракетами с обычными, с обычным боеприпасом, обычной боеголовкой. Я уже опять же, да, правильно Максим сказал, это наша земля, и применять по нашей же земле по русской ядерное оружие, ну, это просто безумие было. Нет, конечно, не об этом. Украина, Малороссия... На это даже самые безумцы не пойдут. Да, слово Малороссия употреблял даже сам Гетман Мазьепа, никакое-то не оскорбительное слово. Я себя с гордостью называю Малороссом, представителем ветви русского народа. Это наша земля, зачем ее заражать? Очень много вопросов, они все время повторяются. Поедем ли мы с вами в окопы воевать? Давайте вдвоем ответим. Я, к сожалению, не имею сейчас возможности вообще въехать в ДНР или в НР. Просто не имею такой возможности. Если такая возможность у меня появится, допустим, в рамках выполнения моего воинского долга перед Российской Федерацией, поскольку я по-прежнему остаюсь офицером запаса, еще четыре года им буду пребывать, или в рамках каких-либо задач, которые мне предложат или выполнить на территории Украины, так называемой, можете не сомневаться, я долго раздумывать не буду. В этом отношении, кстати, я полностью солидарен, вот недавно общался с Владимиром Васильевичем Квачковым, как раз по этому поводу на днях. В данном случае, неважно, кто и как, кстати, еще к интервью Грубника вас отсылаю, который Верлиф Вершин напубликовал, он практически те же самые мысли высказал. Кто и как у власти, в данном случае, не имеет никакого значения. Объективно, в национальных интересах русского народа, России и даже в государственных интересах Российской Федерации уничтожить Украину как государственное образование. Или, по крайней мере, если на это не хватит пороха и мозгов, не у нас, естественно, или, по крайней мере, нейтрализовать ее, вывести из разряда постоянной угрозы сейчас и в будущем. Вот ради этого я воевать готов. Практически в любом качестве. Но готовность и возможность – это немножко разные вещи. Сейчас у меня такой возможности нет. Просто нет. Можете мне не верить. Я уже не говорю о том, что на первом этапе боевых действий у меня нет достаточных навыков. Воевать, если война сейчас будет, это будет уже война полностью, абсолютно регулярная. Не спецоперации. Не какие-либо действия, связанные с чекистской зафронтовой, прифронтовой деятельностью. Это будет большая, серьезная война. Которую должны вести специально обученные, опытные люди. Мой опыт очень специфический. А в качестве рядового я, к сожалению, уже староваться и не вполне здоров. Но, тем не менее, подчеркиваю, если такая возможность будет, я готов. Я тоже готов ехать воевать. Если это будет действительно добровольческий корпус, как в Германии в 30-х годах, когда тебе дают не старье, а самое передовое – вооружение. Следующее. Окопы – это проигрыш. Война должна быть быстрой и маневренной. Читайте, пожалуйста, твои материалы в блоге. То есть, если ты в окопах, то все, это конец, ребята. Как воевать без гор трупов и молниеносно, известно по истории, надо просто-напросто очень талантливо это сделать. И я согласен с Игорем Ивановичем. Мне в 55 лет, я вот не заменю с собой ударные дроны, понимаете, Орион. Ты лучше туда ударные дроны пошлите, так сказать, чтобы они были в республике. Воевать должны уже не добровольцы, а дилетанты, а действительно профессионалы. Да, я, кстати, хотел сказать, вопрос многие задавали, имеет ли смысл доехать добровольцем. Там нету никакой нужды сейчас в добровольцах. Там нужны контрактники в регулярную армию. Кто готов ехать в регулярную армию, сражаться за ДНР, ВНР, я, как говорится, полагаю, что это вполне возможно. Хотя, опять же, сейчас въезд в республики фактически закрыт. Но это именно военная служба по контракту, регулярная военная служба. Не ситуация, когда сегодня доброволец пришел, а завтра, когда, как только война окончилась, он может взять, сказать, война закончилась, я свой долг выполнил, до свидания. Вопрос, да, зачем Россия и Донбасс, если за Урал люди выживают, а Путин не способен обеспечить высокий уровень жизни. В Донбасс сейчас Россия, между прочим. Внутренний рынок надо объединенный иметь, чтобы Урал выжил. Я на такие вопросы даже вообще не отвечал. Это понятно, ну ладно, я уже обещал. Тем, кто ищет высокий уровень жизни, надо собирать манатки и искать себя где-нибудь за пределами России. Я всегда объясняю так. Россия всегда жила беднее, просто за счет климата и за счет своей истории, всегда была беднее, чем Европа. Но Россия, в которой есть Урал и Донбасс, будет жить богаче, чем РФ, потому что у нас будет более крупный, в Урале емкий внутренний рынок, более развитая промышленность. А если вы хотите РФ и удовлетворяться, ну, утритесь и, так сказать, не нойте. В РФ всегда будет жить нищая, а вот великая Россия будет жить богатая. Очень много вопросов. Если все-таки Москва победит в этой операции, вот использует шансы, что ей ждать от Запада? И что будет с Приднестровьем? Что ждать от Калининграда? Если Москва победит в этой операции, вопрос с Приднестровьем лишится сам собой. Я подчеркиваю, для меня победа, это означает, что как минимум мы выйдем к границам с Румынией и Россией войска. Это будет победа. На Юго-Западе. На счет Киева еще большой вопрос, как говорится, стоит его там брать, освобождать сейчас или подождать какое-то время. Но всю Новороссию, от Харькова до Одессы, не просто можно, а нужно, а просто необходимо освободить, чтобы это вообще можно было назвать победой. И чтобы иметь шанс на то, что Украина будет выбита из состояния орудия против России, от ножа горла, из состояния ножа у горла России, русского народа вообще. Только так. И при этом, опять же, надо понимать, что даже разгромив украинскую армию и даже провозгласив республики Новороссии от Харькова до Одессы, даже создав конфедерацию, это не закончит ситуацию. Российским войскам в любом случае придется там оставаться значительное время. Российским органам безопасности и правопорядка придется ездить туда в командировке так же, только в больших количествах, как когда-то ездили в Чечню. Потому что после войны всегда в любой стране, на любой территории разгул бандитизма, уголовщины всегда бывает. Несмотря на самые жесткие меры. И тем более, когда часть этой уголовщины и бандитизм будет носить псевдополитический характер, поскольку все нынешние герои АТО, ну, по крайней мере, значительная их часть окажется в составе просто банд. Это не может, это вот там бы, на самом деле, вот в этом случае могли бы действительно пригодиться мои знания, мой значительный опыт борьбы с бандформированием и банд подпольем. Подчеркиваю, достаточно успешный он был в свое время. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что он будет востребован в такой ситуации, в победоносной. В победоносной ситуации, если она произойдет, я желаю Российской Федерации вооруженным силам ее победы. Для меня лично это будет шквал, как это называть, ссаных тряпок, как на жаргоне, если выразить, на предмет того, что вот, Стрелков опять не поехал, другие погибали, а он трус отсиделся в Москве. Это заранее прогнозирую и согласен это терпеть и слушать. По одной простой причине. Пусть будет какая-никакая победа, пусть русские будут освобождены. А на мое собственное самолюбие, в конце концов, наплевать. Игорь Иванович, продолжение вопроса, это действительно Калининград и Приднестровье. Ну, Приднестровье, понятно, слабое место, с Стрелковым говорили. Если Запад каким-либо образом попытается вмешаться в войну, конечно же, хотя бы на региональном уровне, конечно же, Калининграду придется не очень сладко. Но опять тут, опять все зависит от того, насколько быстро удастся и насколько быстро и решительно будет действовать Москва. Если через неделю после начала боевых действий российские войска будут стоять на румынской границе, а местами и на польской, никто не прыгнет на победоносную Российскую Федерацию, никто. А если же через две недели будут идти вялые бои за какую-нибудь Авдеевку, а может быть и не вялые, но кровопролитные, на территории Донбасса, то там будут совсем другие расклады. Конечно, тогда обнаглеют все, просто все. Тогда все поймут, что Российская Федерация бумажный тигр. Ну, так это или нет, это, как говорится, будет сложно понять. Но по факту будут смотреть. И тогда могут все, что угодно делать. Все, что угодно. А не дай бог, если еще будут какие-то локальные поражения при этом, не буду даже прогнозировать, какие могут быть расклады. Если будут локальные поражения, Приднестровье конец, его додавят. И Приднестровье конец, и блокада будет Калининграда, и Эрдоган тут же из нейтралитета, если он, конечно, будет вообще, перейдет тут же в разряд ярого врага и начнет дощемить нашу оккупационную корпус. Но там было по русско-японской войне, с Россией можно не считаться. Но здесь то же самое будет. Надо победить. Я не могу ничего говорить о том, в чем ничего не понимаю. Я разбираюсь с гиперсукавым оружием, примерно, как свинья в апельсинах. Поэтому ни от чего не могу сказать. То же самое касается и флота. Я полагаю, что по каким-то вопросам именно боевого применения кораблей должны говорить специалисты. Я глубоко сухопутный человек. Глубоко сухопутный. Если у меня есть какой-то там боевой опыт на определенных должностях в сухопутной войне, то в морской войне у меня... Ну, уключено от флюгарки я, конечно, отлечу, но не более того. Ну, Игорь Иванович, корабль – это территория страны, под флагом которой он ходит. Удар по крейсеру, условно говоря, Москва – это удар по территории Российской Федерации. И здесь мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше. Если русские наносят быстрое поражение, молниеносные победы выходят, там, к румынской границе, никто не решится напасть на крейсер Москва. Если поражение, то тогда можно. Я напоминаю, как было в четырнадцатом году. После Крыма, после Крыма, к Российской Федерации, что там, кто-то ей войну объявил, заблокировал Калининград, ввел санкции. Это был шок. И Европа, и США находились в шоке, просто в шоке. И ждали, как говорится, великих злодейств. Но, как известно, наш медведь ограниился Чижиком. Ограничился. Соси его скушал Чижика и решил, что все ему пройдет, сойдет с рук. Если бы тогда взяли, ну, это бесполезно, что тогда. Тогда, не тогда, лучше поздно, чем никогда. А потом гиперзвуковое оружие в войне против, например, ВСУ, это несколько избыточное оружие. Ну, гиперзвуковое, это вообще несколько хайп, ребят. На самом деле, здесь есть очень сильный пропагентский элемент. Гиперзвуковое оружие тогда появилось в пятьдесят седьмом году. Боеголовки межкандидентальных баллистических ракетов... Правильный вопрос, Максим. Допустим, РФ завевал Украину, дальше что, заживем? Друзья, если вы собираетесь зажить, то я еще раз повторяю, нет. Надо вот искать место, где сытнее, где больше наливают, мягче стелют, теплее отапливают. Канада, США, кому что нравится, у кого на что есть возможности. Нет, друзья. После тридцати лет вот этой власти, никто в ближайшие годы не заживет. Больше того, независимо от того, как развернется война, будет там победа, завоевание Украины, не завоевание, а воссоединение, я бы так сказал. Жить станет в любом случае хуже, но при поражении жить будет хуже в разы, чем при победе. За 30 лет бардака, деградации, депопуляции даром не пройдут ни для кого. Мы находимся на пороге великой задницы, из которой нам придется очень долго выходить. Но поражение и капитуляция эту задницу только углубят. Только углубят. Без каких-либо плюсов. Я считаю, Игорь Иванович, что на самом деле мы за счет своей изобретательности сможем жить не хуже Запада, если объединимся и будем не воевать, а вместе развиваться. А сильный внутренний рынок, да-да, протекционизм и новая индустриализация, которые позволят нам строить не только зоопарки М, а и дома быстровозвозимые, и передовую систему жизнеобеспечения, и новые виды летательных аппаратов, и совершенно новую продукцию, с которой мы можем выйти не только на свой внутренний, но и на мировой рынок. Вот тогда мы заживем. А Запад Украине никакого богатства не обеспечит. То есть, простите, давайте не будем рассказывать сказки. Не будем рассказывать сказки о том, что никто там не будет воевать за олигархов. Это говорилось, простите, в начале 20 века, те страны, где был капитализм, вроде как, там армии ввели войну вполне стойко. Я еще хочу отметить одну вещь. Вот в дополнение к вопросу, кто там собирается жить лучше. Понимаете, вступление Российской Федерации с опозданием на 8 лет, замечу, в прямую конфронтацию с дорогими западными друзьями и партнерами неизбежно приведет к внутриполитическому кризису в Российской Федерации. И уже привел. Перерастание этой жесткой конфронтации в открытую войну, в данном случае на Украине, с уничтожением и поражением марионетки дорогих западных партнеров, усилит этот кризис. А кризис – это, извините, очень неприятно для всех, кто живет в стране. А не скажу, что мне очень приятно. Это я останусь без пенсии, скорее всего, и так далее, как и большинство из вас. Может быть, даже вообще без средств существования. Но кризис – это возможность возрождения. Когда больного начинают бить судороги, и врачи говорят, у больного кризис. Это означает вьюку. Больной может умереть, а может после кризиса начать выздоравливать. Хотя это будет процесс тоже небыстрый. И небезболезненный. А вот если больного нет кризиса, и он угасает месяц за месяцем, год за годом, гниет заживо в своей койке, то никаких шансов у него нет. Можно только протянуть его мучительную жизнь. Хотя, если я подчеркиваю, много раз эту аналогию проведу. Если его пичкать наркотиками, он даже не будет понимать, что он угасает и умирает, а будет бодро, весело, и его будет благодарить врача. Вот сейчас у нас кризис. Острый кризис. А те, кто хочет жить в свое удовольствие в Российской Федерации и вообще на территории всего бывшего СССР, и, кстати, на территории большей части мира, поскольку весь мир находится в кризисе, вся европейская цивилизация, вам это не светит. Бегите, обойдемся без вас. Бегите, если можете. А если не можете, принимайте жизнь такой, какая она есть. И думайте не о том, сколько у вас из кармана выпадет денег, а о том, как изменить ситуацию, чтобы сделать жизнь лучше. Если не для себя, то для своих детей. Хотя бы. Ну, вопрос, господи, сейчас, тебя с минуткой, опять. Так, про идеологию не отвечаем, уже было так. Игорь Иванович, вы не допускаете, что Путин полностью работает на Запад и является все-таки, так сказать, подставной фигурой противостояния Западу? Это фейк, чтобы сказать. Много раз уже говорил о том, что, естественно, Путин очень хотел бы примириться с Западом, но Западу он уже не нужен. Запад его считает отыгранной фигурой. Им нужны более послушные. Условно говоря, им не нужен Раджа, им нужен прямой чиновник, который будет управлять от имени Ост-Индской компании. Я говорил, сравнивал с Индией в свое время, что этап колонизации Индии проходила по нескольким этапам. Сначала был Раджа-союзник, потом его лишали права на внешнюю политику, но оставляли право управлять своими землями, внутреннюю политику за ним оставляли. А потом в один прекрасный момент, как правило, это было второе или третье поколение, к следующему Радже говорили, все, ты можешь дальше считаться Раджой, но управлять всем будет чиновник назначенный. Но налоговая служба будет в наших руках, дороги будут. И премьер-министра будем назначать тебе мы. А ты можешь, если хочешь, и мы тоже в этом заинтересованы, чтобы ты изображал из себя объект религиозного почитания со стороны населения и освещал своей традицией всю нашу деятельность. Вот сейчас Соединенным Штатам не нужен уже Раджа номер два, условно говоря, вторая стадия после Ельцина. Ельцин был Раджой номер один. Не нужен. Его планируют заменить на какого-нибудь там условного Навального, который будет отставать стойку смирно при каждом указании Запада и делать все, что они скажут. Вот Путина это не устраивает. На данный момент Путина это не устраивает. И он пока не сдался. Сдастся ли он в ходе этого конфликта или дальше, мы не знаем. Не знаем. Но пока, по крайней мере, то, что я наблюдаю, то, что я анализирую, вот сейчас он уперся. Вот сейчас он уперся. Так почему мы должны в этом его обвинять? Надо было раньше? Да. Надо было раньше. Надо было думать головой? Да. Надо было не сделать такое дикое количество ошибок? Да. Ну, лучше поздно, чем никогда. Вот. Игорь Иванович, в случае закрытия Черноморских параллев в Турции, каким образом будет обеспечено снабжение российской группировки в Сирии? Снабжение резко ухудшится, конечно же. Но все-таки там какие-то пути снабжения есть через территорию Ирака. Там все-таки есть участок границы. Поскольку северный и частично западный Ирак контролируются иранской хизбаллой, то есть союзниками Ирана, то кривыми путями через Каспий, Иран и Ирак теоретически снабжение какое-то минимальное допустимо. Но только в одном случае. Если группировка будет находиться, пусть в осажденном состоянии, но без активных боевых действий. Если же активные боевые действия начнутся в Сирии, можно смело прогнозировать, что перекрыты будут не только Босфорда, Дарданеллы, но и Гибралтар, и Суэцкий канал, можете не сомневаться, то тогда долго, конечно, наши там не продержатся. Просто быстро будут использованы все имеющиеся запасы, и боеприпасов, и ГСМ, и вооружения. И в целом, не думаю, что будет она сопротивляться так долго, как сопротивлялся в свое время так же отрезанный порт Артур. Ну что ж, я нас с вами называют фантазерами. Но фантазеры правят, да, да, скучными реалистами. Русские могут жить. Да, мы не компьютеры, мы люди с живыми эмоциями. Один вопрос есть, зачем нам, какие ресурсы мы можем получить в Донбассе, если у нас есть из-за Уралов. Ребята, кроме природных ресурсов, нефти, газа и прочего, есть еще люди. Наши русские, белые, славяне. Арицы, наши, так сказать, индоевропейцы, наши, как говорится, это не просто двукуратские. Часть нашего этнического ядра, извините. Потому что на юг в свое время, при его освоении, со второй половины 18 века, в 19 веке, да и при советской власти, туда переселилось огромное количество выходцев, не только с Украины, там, кстати, они меньшинство составляют, вот, допустим, для Новороссии, а именно из центральных регионов России, из Московии, если там хотите, огромное количество переселялось туда, потому что там и теплее, и лучше, и власти стремились развивать это, и воткни палку, и все вырастет, а не надо там каждые три года не урожай, как у нас в средней полосе, на Суглинках. Это наши люди, это наше этническое ядро там находится. Русское. А если кому-то наплевать на этнические ядра, если кому-то кто-то вымеряет все только там в зеленой бумаге, руки в ноги, ребята, и в Канаду, нисколько не возражаю, убирайтесь хоть все. Вот. Игорь Иванович, нынешний начальник генштаба СССР, генштаб ВСР. И что, я с ним не знаком, я с ним не знаком, никогда его не видел. Чужие отзывы не буду о нем передавать. Так, еще вопрос был, все-таки НАТО вступит ли, окажет ли прямой военной помощи Украине только будет оружием. Ну, мы уже сказали, НАТО, если будут победы сейчас быстрые, никакой НАТО сюда не сунется на Украину. Да, еще раз повторяю, только быстрая, решительная, блестящая, громкая победа может отрубить массу негативных вариантов развития событий. Если ее не будет, если она будет неполной, или она будет недостаточно блестящей, или время будет затянуто, шансы будут упущены, и негативное развитие событий, негативные, как говорится, векторы будут развиваться. Это факт. Ну, и давайте, наверное, последний вопрос, то, что уже мы на неоглавное... Это тоже неизбежно. Это тоже неизбежно. Как неизбежно уже и сама война. Просто сейчас появился шанс разгромить Украину, и некоторые негативные моменты устранить. Но далеко не все. Я хочу подтвердить слова, кстати, Игоря Ивановича. Мои предки, по-моему, в Самойленке. Это Воронеж. Туда, там селились те, кто уходил после неудачных восстаний против панского господства на Украине. Они уходили селиться вот туда, в Воронеж, в районе Воронежа. Так что, на самом деле, мы не два братских рода, мы один народ. Ну что ж, давайте посмотрим последний вопрос, попробуем найти. Да, Навальный, я еще повторяю на дебатах с Игорем Ивановичем стоял на вытяжку перед Западом. У нас Запад не враг, у нас большой друг он. Так что, в данном случае, давайте... Я никогда... Дорогих друзей, дорогими друзьями, уважаемыми партнерами, никого на Западе и на Украине не называл. Для меня они враги. Я никогда не обнимался, не целовался с ОБСЕ, в отличие от Бородая. Я никогда не считал, что Порошенко – лучший выбор Украины, в отличие от нашего президента. Нет, ну, конечно, теперь-то, как говорится, все по-другому, я понимаю. Теперь приписать мне свои собственные грехи – это святое дело. И давайте последний вопрос. Как мы можем говорить об Украине, если русских вымирает по миллиону в год? Ну, если брать еще Украину, а там тоже... А я и Белоруссию, где тоже, где популяция, между прочим, идет. То же самое, тоже в Белоруссии население сокращается коренной. И на Украине. Но я просто в единстве, мы можем осуществить индустриализацию и протекционизм и повести активную демографическую политику, чтобы мы не вымирали. В сырьевом, в сырьевой РФ, в сырьевой экономике никакой активной демографической политики, как в Германии, например, 30-х, или в ГДР 70-х, не будет, запомните. Только вместе, объединив наши промышленные, ресурсные, людские потенциалы, мы сможем построить державу, где мы можем жить зажиточно, як куркули, вот, так сказать, хорошо, хорошо питаться и, извините, иметь свои личные дома и подотрое детей в каждой семье. Коротко. Я не знаю, как поступит Лукашенко, вероятно, поможет. Я не буду комментировать товарищескую проблему в Азербайджане, поскольку у нас там не идет гражданской войны в Азербайджане, чтобы думать даже о какой-то поддержке. Ну и, хотя с товарищеской проблемой я достаточно знаком по службе еще. Вопрос, что делать с Кадыром и его гвардией? Правильно ли их посылать на Украину? Я говорю, при чем здесь правильно? Их уже послали, давайте исходить из реальности. Не знаю. Ну, на границе есть подразделения, которые нас гвардии, ой, Росгвардии, которые сформированы. Они не на Донбассе, они в Ростовской области, но они есть. Ну, это ошибка. Когда вот туда чеченских формирований... Знаете, Максим, когда припрет, любой ствол может оказаться не лишним. Я не знаю, какое бы решение принял я в данном случае, но я исхожу из того, что есть сейчас, из того, что я никак на эту ситуацию повлиять не могу. Вот никак, никоим образом. Поэтому ошибка это или не ошибка, это не наши ошибки, не наши, как говорится, проблемы. Да, у меня ни одного чеченца в подчинении, ни в Славянске, ни в Донецке не было. Если бы, может быть, если были бы, наверное, их бы принял. Были же азербайджанцы и армяне, и другие представители кавказских народов, хотя не очень, в небольшом количестве. Все понятно. Игорь Иванович, спасибо огромное. Здесь уже пошел митинг, здесь уже пошло... Ну, так неудивительно. Все с баломочью. Единственное, хочу сказать, что Украина не замерзла. В Майдане состоялось то, что я сказал в 2014 году, о том, что война неизбежна. Вот она неизбежна и сейчас. Вот сейчас мы стоим на ее пороге. И избежать этой войны Российская Федерация может только путем капитуляции. Отодвинув, опять же, эту войну ненадолго. И Украина теперь уже не может избежать этой войны, не капитулировав. Ждем. Осталось, может быть, часы, может быть, сутки. Максимум, пара недель. Считанные дни, в общем. Игорь Иванович, спасибо. Ну, а мы остаемся русскими. Кстати, народом великого арийского корня, кто не знал, то есть индоевропейского. Вот. И будем делать свои дела. А, с Южной Славяниной тоже наши родственники. Как с ними быть? Единый Славянский Союз. Давайте сначала объединим. Давайте сначала, у нас идет гражданская война. У нас в России идет гражданская война. На российской территории, в котором сражаются русские с обоих сторон. Гражданскую войну надо выигрывать. И выигрывать ее надо нам, которые не забыли русское имя и не променяли его на черти что и сбоку бантик. Причем грязный очень бантик и кровавый. До свидания. До свидания. И до следующих встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok